Друзья, хочу вам настоятельно порекомендовать для тех, кто хочет и мечтает стать водителем грамотную автошколу города Харькова с интересными занятиями и квалифицированными преподавателями Корпорацию Автошкол. Давайте я вам немножечко расскажу. Поехали! Корпорация Автошкол гарантирует вам успешное обучение и сделает из вас высококачественного водителя. Автошкола обучает на все категории от мотоциклов, мопедов, легковых автомобилей до автобусов и фурс прицепами. Имеет 12 классов по всему городу Харьков и Украине. Автопарк учебных машин различных модификаций. Также у вас есть возможность онлайн обучения с любой точки мира. Для этого нужен лишь ноутбук и интернет. Занятия проходят по их фирменным учебникам. Максимальное качество в обучении как теории, так и вождении. Более 10 тысяч довольных выпускников благодарят данную автошколу за такие знания, которые они получили. Также есть группы выходного дня, каждую субботу и воскресенье. 100% коммуникация с преподавателем, инструктором, удобный график и профессионализм. Индивидуальные занятия. Онлайн уроки в режиме реального времени через Zoom. Также они записываются, если не получилось присутствовать на занятиях. Можно посмотреть в записи или повторить пройденный материал. При поступлении в данную автошколу вы получите 10% скидки по промокоду ВАДОСХАРЬКОВ. Кто рассматривает дело? А можете вернуть документы в первую очередь? Конечно. Заберите свои документы. Забирайте документы свои. Второе, можно... Какое постановление, подойдите, пожалуйста. Давайте отойдемте сюда. Давайте отойдемте сюда. Подойдите сюда, инспектор. Боевой вы нас на коленнике. Конечно. Так вы боец, получается? Спецподразделение чего? Ты не умничай, я тебе еще раз говорю. Ты вот сейчас привлекаешь водителя, да? Есть доказы, того что вин порушивает? Водитель все же сказал. Еще раз задаю вопрос. Есть доказы? Я еще раз говорю, что вам не сказал. Водитель все сказал. Еще раз задаю тебе вопрос. Есть доказы, того что вин порушивает? А что мне, как мне с тобой разговаривать, если вы, блядь, человеку, меняете какую-то дичь? То есть водитель можно рушать, да? Покажи, вот смотри, нас стоит трое, докажи, что он нарушил. Вот докажи, опроверь, не наши слова. Водитель уже все сам сказал. Я подошел, он сказал, да, я нарушил, виноват. Да. Виноват. А ты, то бишь, Купапа, ты на Купап вложил? То есть водитель может ехать на гуша, да? Слышишь? То бишь, вся патрульная полиция может нарушать. Подождите, ничего нет. Подождите, давайте, можно я буду ваши права предоставлять? Можно. А кто водитель? Я вам сейчас расскажу. Пересядьте, пожалуйста, на работу. Подождите, давайте я буду за вас говорить. Вы же не адвокат, гражданин. Ты уверен? Да. Ты уверен? Ты уверен? Вы не являетесь подсвечены. Я говорю, ты уверен. Идя висит, пожалуйста, подсвечена, что являетесь адвокатом. Почему? Мы инфекционно увидим, но вот она постанова придет за вашей адресией. Смотрите, не спешите. Вот то, что они вам... Они сейчас по-быстрому вам хотят по ушам... Вы имеете право. Попросите, пожалуйста, видео. Вот у них Бодик пишет, а вы попросите видео. Вы не салазы. Вы чего не сделаете, что штрафу подводится. Можешь, подожди, не тарахтеть? В смысле, если... Можете не тарахтеть? Мы получим постановление. Попробуй убрать. Если вы не получите постановку, да, на постановку придет за вашей адресией. Ну, так и все. Вы же только мужики слабых обижать, да? Я говорю, попробуй меня принести. Можно хотя бы просто прочитать, что это вообще? Смотрите видео. Я же без очков не вижу. Размянуто справа. Девушка, попросите, пусть покажут видео нарушение. Да, попросите, пожалуйста, видео. Я хочу прочитать, что это такое. А ну, скажи, что-нибудь. Можно посвящение твое увидеть? Разгляд справа. Так. Покажи мне посвящение. А самое водеют. Так. Писночо вы пятищите. То бишь, вы за пять минут привлекли... И продолжили спилкувание. За пять минут привлекли водея. А почему за пять минут? Ну, нормально. Ну, что тут... Ну, кого я вижу здесь? Что тут можно увидеть? Я сейчас просто в грубой форме начну разговаривать. Онищенко Ольга Викторовна, полицейская. Дайте дальше ознакомиться. Что за приколы? 017-25-03. Вы чего бачили? Ваши. Не один раз. Что вы приехали? Яки же, может быть, пытались. А теперь смотрите, я вам в рамках чиновного законодавства пытаюсь рассказать. Тот человек, который понимает в этом. Понимает в этом. Не просто там бегать с камерой, как вы утверждаете. Вьюник Олексей Васильевич, инспектор УПП в Харкесовой области. Ваши. Вы будете дивиться видео, столько желаете. А вы будете... А вы... Можно я за вас, пожалуйста. Мы можем посмотреть видео. Ваши посвященцы. Московин, Владимир Владимирович. Можно я за вас, просто они вот перебивают вас. Смотрите, скажите, скажите, можно увидеть... Можно увидеть видео. И потом будем подписывать все, что угодно. Видео есть? То есть водитель может нарушать сколько хочет, да, и вот за него... Вьюник, ты дурак? А что вы меня оставляли? Я тебе еще раз задаю. Видео есть? Будет. Будет, скажите, будет. Вот я спрашиваю за водителя, который нарушает. А вы не нарушаете? А вы меня заметите, чего я за нарушу? Да если я тебя замечу, то я охерен. Давайте, найдете меня, чего я нарушу. Я еще раз говорю. Боицы наши счастливые. Вы найдете, чего я нарушу? Видео есть? Подожди, нет. А вы найдете, чего я нарушу? Я говорю, знаешь, что ты не сможешь уехать отсюда? Ну, спорим? Вы угожаете или что? Спорим? Есть видео, что мы... Что за вам? Водитель, откройте с полшатского... Нет! Ведомбляйте. Нет, нет. Я запытала третий день, я бы снимаю. А ты что, бог что-то решать? Вы снимаете все, еще маяте ваша. Так мы не откройте ничего. Мы хотим посмотреть видео. Видео покажите. Почему? А как вылетли водителя? Потому что они при нас нарушили, мы сзади не къехали. Мы сзади не къехали. Мы сзади не къехали. Почему? А как вылетли водителя? Да, они при нас нарушили, мы сзади не къехали. Мы сзади не къехали. Друзья, вот вам пример банальных депутатов, которые показали на словах, что он нарушил. Вот пример того, что не нужно показывать документы. Я не взмолвляюсь. Покажите мне что-то. Какая у вас рота? Рота какая? Треться рота. Батальон? Второй. Второй? Да. Все, я принял. Все. И потом посмотрим, как вы, блядь, нарушаете ПДД. Знаете, если у меня тебя нарушили? Я найду. Видео есть? Подождите. Видео есть? Почему видео не было? Видео есть? Есть видео? Есть. Покажи. Не можем. Чего? Ну, у кого фиксация водикамер, мы не можем саму программу... А как вы розгляд справы провели? Вот так вот вы политически относитесь к людям. А теперь я тебе сказал. Все. Все, я... Все, езжай, короче, езжай. Езжай, говорю. Я тебе... Ты слышишь меня? Я говорю, едь отсюда. Не надо мне раскладывать. Я говорю, едь отсюда. Еще один, говорю, не надо мне укладывать, что мне делал. Ты услышал? Вы меня услышали? Ты меня услышал? Сел свое говно и уехал отсюда. А вы все еще сели и уехали. Ты против моей машины что-то имеешь? Я? Ты имеешь против моей машины что-то? Да вы что? Ты без видео привлек сейчас водителя, который не знает законодательства, а ты такой поедешь. Режиссер Джеймс Кэмерон. Киборг-убийца. Незаконно не освобождает. Не освобождает, да. Ты согласно Купапа рассмотрел дело? Да, я рассмотрел. Ты 251-й дал воспользоваться человеком? Я согласен. Дело в другом, мы не ориентируемся в этом районе, потому что сюда не приезжали. Что незнание закона не освобождает. Но вы все-таки должны были доказательства какое-то. Подожди. Ты уверен, что он нарушил? Да. Докажи, что он нарушил. Вот опроверь мне мои слова и его слова. Скажите, а кто вы такой, чтобы я ваши слова проявил? Я Вадим Николаевич. Ну и что? Уважаемый человек. Люди уважают. А вас ненавидят. Знаешь за что? Ну. За то, что вы такой хернёй занимаетесь. Такой хернёй. То, что человек нарушил, да? Докажи. Ты можешь доказать, что человек нарушил? Можешь? Нет, не может. Можешь доказать? А знаешь, почему ты так сделал? Потому что ты взял документы, воспользовался тем моментом, когда человек не знает ничего, не понимает, что нужно. Скажите, вам предлагали воспользоваться адвокатом, предлагали вам перенести дело? Насчёт адвоката предлагали, но у меня нарушений не было уже на лет десять. Поэтому я как-то сильно не вникаю. А это было серьёзное нарушение? Это? Да. Как вы считаете? Правильно тому же движение. Может быть, не серьёзное нарушение? На 340. Любое право, скажите, пожалуйста. Конечно. Да, какое? А ты бог, чтоб решать его судьбу? А при чём я бог? Ну я тебе объясняю, знаешь, почему я тебе так сказал? Ну. Потому что на данный момент ты без будь каких доказов, без будь каких доказов привлёк человека к ответственности. Как ты хорошо, если мы придём в суд, допустим, мы пришли в суд, кто рассматривал дело? Я. Рассматривал. Ты приходишь в суд, какие ты доказы будешь предоставлять? Я тебе даю 100% гарантии, что у тебя не будет нарушения его. Знаешь почему? Потому что у тебя будик был выключенный. Хопа! Приехали, да? Я тебе даю 100%. Вот я тебе отвечаю на кого хочешь. Потому что мы с такими, как ты, вот таких, как ты, перешли, прошли очень много. И мы оказываемся, понимаем, что полиция балаболы. Он сейчас стоит, выёживается, а по итогу в суд приходит, и судья оказывается. Ну вы, я еду оказывать. Ладно. Вы хочу за то, что вы водитель нарушали, да? Ну как нет? Я тебе это сказал? Ну смотри, у меня нет видео. Я вам даже камень взял. Вот вам, пожалуйста. Как у нас новая полиция привлекла вашего отца. Даже мне не даете слово сказать, да? Не пребывай. Ну зачем вот сейчас начинать это самое? Давай. Что же, давай? Ну я жду. Говорим. Вы за то, что вы водитель нарушали. То, что у нас нет видео, да ладно. Но водитель может право нарушить, да? Может поехать на красный, на жёлтый, может по полосам поехать, да? В Юник. А теперь смотри сюда. По полосам. А теперь подождите. Как вас стоят? Как вас стоят? Юрий. Прошу, пожалуйста. Нет. Я вообще не говорю. Ну там блоки стоят? В любом случае они. А теперь смотрите. Пожалуйста. Вот в Юник. Юрий, смотрите. Успокойтесь, пожалуйста. Вам когда я подошёл, я просто если бы знал, я бы с камерой чуть-чуть пораньше подошёл. Я думал, тут просто ещё раз смотри. Я вам смог бы помочь. И поверьте, вас бы не привлекли. Подожди, подожди, не уезжай. Иди сюда. Не уезжай. Не уезжай. Я тебе ещё раз говорю. Не уезжай. Я говорю, не уезжай. Выйди, пообщайся с людьми. Некогда. Я говорю, выйди с машины. Пообщайся с людьми. Не усугубляйся. У меня нога просто стоит. Я стою ближе к машине, чтобы меня не сбили. Походи по руме. По руме, подожди, пожалуйста. Да. Да. Я говорю, выйди с машины. Я просто понял, что вы именно чистые пи***цы. Чистые пи***цы, которые привлекли. Я теперь сказал, второй батальон, третья рота, будет теперь именно действовать. В рамках теперь закона. Ага. Ты хер выпишешь хоть одно постановление. Я уделю тебе большое внимание. Мы будем с тобой изучать всю нормативную базу. Вы сами слушай. Что, что? Вы сами выучите. Я выучу? Вы сами же не знаете. Вы сами же не знаете. Я больше знаю, чем ты. Шучу. Все, езжай. Езжай. Я говорю, не умничай. Ты понял? Шучу. Я говорю, не умничай. А вы не переживаете. Вадим. Очень приятно. Юрий, запомните такие вещи. Я думал, что они снимают. Они ехали за нами, а оказывается... У них нет доказательств. Вы понимаете? У вас нет. Как ко мне придет этот автомобиль. Ее нужно обжаловать. Так как у вас водительская история нормальная, вам не нужно допускать, чтобы... Я вам скажу. И это постановление следит. Почему? Потому что нет доказательств. Каким образом обжаловать? Надо просто иск написать. Оно придет. Надо иск, позывную заяву написать. И обжаловать. И лучше потратить эти деньги. Оно не стоит того. Найдите адвоката или кто там, кто есть. И обжаловать. Потому что у него история как бы нормальная. Это мои просто советы. Просто если бы я чуть-чуть раньше подъехал бы... Я даю 100% гарантию, чтобы не выписали им. Никогда не передавайте документы в руки. Пока вы не увидите видеодоказа. Хорошо. Надо участвовать. И зайдите на ютуб-канал Вадос Харьков. Это мой канал. Там много чего интересного. И поймете, почему я так разговариваю. И все такое прочее. Друзья, вот так вот общается у нас патрульная полиция. И пользуется тем, что человек, не зная законодательства, передал документы и получил постановление. Конечно, я уже ничего не могу сделать. Поэтому как-то так. Но вы знаете, что делать. Но вы знаете, что делать. Так. Так. Так.